Бедность не порог. Действие второе. Краткое содержание. Митя находит любовь Гордеевну и просит подтвердить достоверность написанных ею слов. Если же Митя принят в насмешку купеческой дочерью, то не жить ему в этом свете. Любовь Гордеевна признается ему в любви, и молодые люди решают идти на следующий день к Гордею Карпачу и просить его отцовского благословения. Пелагея Егоровна созывает соседских девушек. В доме Торцовых собирается Любовь Гордеевна с подругами Анна Ивановна, Яша, Гуслин, Митя, Разлюляев, и вскоре начинается веселье. Радушная хозяйка угощает молодых людей сладостями и вином. Ей приятно наблюдать за песнями и плясками молодежи. Однако веселье быстро гаснет, когда в доме появляется хозяин вместе с Коршуновым. Гордей Карпач крайне недоволен тем, что супруга устроила святочный вечер на мужицкий манер. Он приказывает слугам зажечь свечи и принести шампанского. Предлагает пройти столичному гостю в гостиную, где совсем другой эффект будет. Тем временем Коршунов любуется девушками и предлагает в честь праздника целоваться, поскольку он до этого охотник. Оставшись наедине с Любовью Гордеевной, Африкан Савич преподносит ей подарок – бриллиантовые сережки и просит любить его, поскольку он человек хороший, веселый и, что самое важное, не бедный. Гордей Карпач рассказывает жене о своих планах перевести все семейство в Москву, поскольку в родном городе одно невежество и необразование. А поможет им устроиться в новом месте зятюшка Африкан Савич, за которого он уже сосватал дочь. Узнав о своей скорой свадьбе с Коршуновым, Любовь Гордеевна бросается к отцу в ноги и просит разорвать помолвку, но тот настроен решительно. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.